Представители ветеранских организаций со всех уголков Самарской области собрались в Доме офицеров, чтобы задать вопросы губернатору. За последние четыре года в регионе в полную силу заработала программа «Жилье для ветеранов». Квартирами обеспечены почти все ветераны. Масштабно стал проходить парад памяти на площади Куйбышева. В торжествах приняли участие сотни тысяч жителей по всей нашей области. Считаю, что нам нельзя понижать эту планку. И при поддержке вас, Николай Иванович, прежде всего, мы торжественно считаем необходимым отпраздновать также и 71-ю годовщину Победы. Такой патриотический настрой общества нужно поддерживать, уверены ветераны. На встрече говорили о реализации задач, поставленных президентом и губернатором в своих посланиях. Главной темой стал вопрос консолидации в обществе. Вопросы единения, вопросы знаний, может быть, правильно, своей истории и следования тем принципам, которые когда-то предшествующими поколениями закладывались те основы, которые приводили всегда страну к успеху, к победам. Без всех этих вещей рассчитывать нам на будущие победы, без соответствующего настроя людей, конечно, очень и очень сложно. Воспитание подрастающего поколения, которым активно занимаются и ветеранские организации, ставку делают на спорт. В регионе уже открыли 11 ледовых дворцов, 5 строятся. Больше 250 спортивных площадок появились при школах и во дворах. Будем делать все, чтобы молодежи были условия для занятий спортом. Вырастим мы поколения здоровые, конкурентоспособные, умные, обученные, тогда будет перспектива. Представители общественных организаций отметили положительные изменения, которые происходят в регионе. Мы действительно устали от той жизни, которая продолжалась у нас в течение 20 лет. Мы сами видели, и на эти дороги, и на эти здания, и на эту разрушенную Самару, как говорится, все прекрасно это видели. Сейчас, в настоящий период времени, очень большие изменения, и мы это видим. Те проблемные задачи, которые сегодня стоят перед нами, мы полностью выполним, как единая команда. В этом году исполняется 75 лет, как Куйбышев стал запасной столицей. Эту дату тоже не стоит забывать. Активно привлекать молодежь предлагают и на слет ветеранских организаций и фестиваль патриотической песни, который в августе пройдет на Мострюковских озерах. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События.